извините добрый день уважаемые участники видео работает я надеюсь что со звуком тоже все в порядке и можно перейти к сегодняшней теме нашей встречи поговорим сегодня о сервисах для создания электронных книг мы уже настолько привыкли к бумажным книгам и к электронным книгам что нам хочется чего-то большего не просто текста в книге или текста на экране но хочется каких-то интересностей необычного оформления может быть анимации гиперссылок иллюстрации необычных интересных возможно чего-то другого и вот тогда на помощь приходят онлайн сервисы для создания электронных книг разной степени интерактивности есть сервисы которые помогают просто переносить текст на экран воспроизводят шелест страниц позволяют добавить допустим какое-то музыкальное сопровождение или озвучить эту книгу есть сервисы которые позволяют придать такой интерактивности помогают добавить гиперссылки аудио видео разные встраиваемые объекты вот я сегодня как раз подготовила рассказ о 17 разных инструментах я так думаю что это не полный перечень я взяла за основу те инструменты которые хорошие бесплатные тарифы имеют потому что абсолютно бесплатных сервисов моем обзоре будет только два остальные сервисы условно бесплатные но с хорошими тарифными планами поэтому можно к ним присмотреться я надеюсь что тут для своей работы для себя вы найдете интересно из нашего обзора и начать наше путешествие в мир интерактивных книг я начну самого простого если у нас есть какая-то презентация powerpoint а еще лучше если у нас есть документ pdf вот на основе таких исходящих данных можно уже создать простую электронную книгу с эффектом перелистывания страниц их еще называют флипбуками давайте посмотрим самый простой вариант это сервис коломео обычно все как раз начинают именно с этого инструмента я в свое время тоже с него начинала я сейчас несколько ссылок сразу в чат отправлю чтобы вы могли посмотреть как это выглядит на практике такая книга это первая действительно книга ссылка художественная а вторая публикация сделана на основе я думаю презентации powerpoint или по вскай презентации как выставка виртуальная коломео действительно очень хороший сервис и в плане работы в плане того что он не очень сложный для освоения были того насколько я знаю он хорошо переводится на русский язык поэтому работать не так уж и сложно что необходимо во первых нужно зарегистрироваться в этом сервисе а дальше загрузить уже свою готовую pdf публикацию или powerpoint презентацию внутрь ну а дальше остается только настроить вот как раз на экране у меня несколько настроек для публикации то есть я уже какую-то презентацию загрузила сюда а дальше выбираю шаблон для перелистывания слева направо справа налево дальше мне предлагают несколько вариантов моей листалки разные по типу там где-то один интерфейс где-то другой дальше фоновые картинки можно добавить для фона в свою эту публикацию ну и выбрать добавить еще до конца эффект перелистывающихся страниц чем хороший этот сервис тем что здесь становятся активными гиперссылки если у вас в pdf документе были например какие-то гиперссылки на веб-ресурсы то в коломео они сохраняются и по ним читатели смогут точно также переходить что еще из плюсов сразу посмотрим сколько книг можно здесь создать для хранения выделяется 15 гигабайт свободного пространства на сервере и примерно на одну публикацию даются не более 100 мегабайт но это вполне такой нормальный по моему вариант количество публикаций здесь не ограничено главное чтобы они были до 500 страниц собственно вполне нормальный план еще дополнительная такая вишенка на торте здесь бесплатно выделяют одну папку чего эта папка нужна туда можно свои работы некоторые отправить а папка это нужно для того чтобы создать вот такую вот красивую книжную полку или книжный шкаф и разместить у себя например в блоге или на сайте такие книжные шкафы я видела на сайтах некоторых библиотек в частности методических отделов наверняка все знают что методисты издают довольно много разных методичек материалов публикаций так далее поэтому все свои публикации они загружают допустим на коломео а затем видят такой импровизированной полочки представляют читателям чтобы они могли познакомиться ну коллегам в частности чтобы они могли посмотреть мы эту опцию взяли например для того чтобы представить презентации пришедший к нам на конкурс у нас был конкурс посвященный году экологии мы собирали презентации посвященные животному миру мурманской области и вот готовые презентации формате pdf мы представили на полке для читателей чтобы они могли познакомиться теперь немножко минусов ну не немножко тут минус собственно один это реклама у меня стоит от блок поэтому мне это особо не мешает но и без блокировщика рекламы она будет появляться потому что сервис в основном бесплатный и иногда реклама не очень хорошо воспринимается читателями поэтому надо это иметь ввиду а так в общем то сервис очень простой очень несложный если вы только начинающий пользователь то можно попробовать начать именно с него если нам нужно что-то без рекламы то это сервис флип снэк одно время вот это вот окончание снэк это были целая не куча сервисов но в общем около десятка сервисов заканчивались на снэк и они очень хорошими были бесплатными тарифными планами и все было в них замечательно сейчас осталось из всей линейки только вот парочка один из них флип снэк к сожалению они уменьшили свой бесплатный тариф что здесь сейчас можно сделать здесь можно создать три книги флипбука по 30 страниц в каждой раньше можно было 15 сделать для сравнения грустно конечно но так или иначе здесь очень похоже все на коломау только немножко посложнее устроено здесь и настроек как вы видите намного больше вот они с левой стороны все обозначены то есть мы можем точно также выбрать фон закрасить в какой-то цвет не так вот как здесь на экране серенький серый это базовая настройка можно выбрать какой-то другой насколько я поняла там еще картинку можно свою загрузить для фона дальше мы можем сделать жесткую обложку здесь при перелистывании она будет с другим звуком перелистываться настроить функции перелистывания вертикальная горизонтальная как презентации так далее добавить шелест или убрать шелест страницы ну еще несколько таких более тонких настроек внутри флип снег воспринимает только pdf формат powerpoint он не грузит и у него тоже есть опция книжного шкафа то есть вы можете отдельные презента отдельные книги собрать вместе и тоже представить их на такой импровизированной книжной полке ну самый главный плюс здесь нет рекламы но к сожалению бесплатный тариф уменьшается это грустно но так или иначе в общем можно и к нему тоже присмотреться что из новенького какие новые появились инструменты в последнее время чем они могут нас порадовать ну например вот этот flip html5 постаралась по-английски правильно это произнести сервис с неплохим тарифным планом да что там неплохим он действительно довольно шикарный бесплатно макауте можно загрузить до 5 публикаций в день то есть каждый день можно по 5 книг здесь создавать совершенно свободно в каждой книге по 500 страниц дается 20 гигабайт свободного пространства на все это богатство но принцип точно такой же загружаем свой файл pdf а дальше настраиваем ее настройки а в красные рамки вынесла они не очень сложные единственное здесь гиперссылки гиперссылки они не рабочие будут то есть вот у меня они в тексте были я экспериментировал над своими обучалками вы не пугайтесь это мои были методические материалы чтобы не нарушать ничьих прав я вот пыталась свои обучалки формате pdf над ними проводить эксперименты и вот так у меня получилось но настроек здесь всего четыре базовая информация к верхняя кнопка это название описание книжки дальше следующая темплейт это шаблоны перелистывающиеся в какую сторону что куда интерфейс выбор и так далее стайлинг это выбор фона для публикации а вот такой веселенький выбрала с ветряными мельницами и последнее что еще продвинутые настройки но это уже для платного тарифа после того как вы все это примените нажимаем apply все это тут же сохраняется показывается вы получаете ссылку и код и все это можно встроить на сайт и в блог каждая такая публикация автоматически попадает в книжный шкаф если допустим в коломео мы могли выбрать не все публикации туда в шкаф отправлять а какие-то выборочные то здесь нет никто спрашивать и будет есть вот такой шкаф и вот я создала первую публикацию мне тут же показали что она уже лежит в шкафу с одной стороны может быть это удобно вы сразу целую коллекцию можете здесь создать всех своих материалов а с другой стороны хотелось их как-то отсортировать может быть какие-то публикации по мне не подошли сюда ну собственно говоря вот опция такая можно использовать книжные шкафы тоже встраиваются на сайт и в блоге если это необходимо смотрим дальше флипбук pdf это вообще чудесный сервис который вообще не требует регистрации то есть вот я сейчас вам ссылку конечно отправлю на свою работу но вы можете перейти на главную страницу этого сервиса и вот прямо если у вас на компьютере есть какой-нибудь pdf файл если интернет позволяет можете вот прям сразу и вы сюда и загрузите посмотреть что из этого получится что очень просто заходим на стартовую страницу здесь вот такое окошечко прямо по центру выберите файл нажимаем выбираем pdf какой-то файл зубой нажимаем кнопку конвертировать конверт на у и ждем какое-то время там придется немножко подождать чем больше страниц тем дольше ну где-то ну в районе не больше пяти минут после этого вам покажут публикацию и сразу дадут на нее две ссылки первая ссылка это для читателей вы сразу можете ее отправить а вторая ссылка это для вас как для автора точнее для администратора здесь с помощью этой ссылки можно настроить фон придумать название и описание публикации ну вот такая например и штучка вот я открыла администрирующую ссылку открылась вот такое окошечко туда надо вписать название описание дальше выбрать фон ну и пожалуй из настроек здесь все они здесь очень простенькие но фон можно сделать более прозрачным более насыщенным вот единственное что еще здесь интересную вещь я прочитала что можно эту эту книгу скачать якобы в формате флипбука как раз листалки но если в этой книге не больше 15 страниц вот я не нашла ни одной публикации у себя меньше 15 страниц надо попробовать посмотреть действительно в каком формате она скачается если она флипбуком скачается это вообще будет супер теперь о недостатках ну по сути получается что это бесплатный тариф абсолютно бесплатный сервис но с одним но если этой публикации не пользовались течение 30 дней то есть целый месяц на нее никто не заходил даже вы как автор про нее забыли то она исчезает сервера ну это особенно серверов сервисов в которых нет регистрации то есть они не обязаны хранить весь массив информации то есть вот они похоронят какое-то время пока она активна ну а дальше через месяц она исчезает но зато здесь дает код и ссылку ссылку и коды чтобы встроить на страницу сайта и блога я думаю что если вы строите на сайт то обращаемость будет к этой публикации больше и она долгое время у вас не исчезнет в общем в любом случае если надо что-то быстрое без регистрации ну например вы хотите детское творчество развивать хотите чтобы дети сделали какие-нибудь книжки листалки вот без регистрации отличный сервис не никому не нужно нигде регистрироваться загрузили оформили красивенько вам прислали ссылку а вы полюбовались и оценили это все далее насчет гиперссылок в этом сервисе это еще не все здесь есть еще возможность добавлять гиперссылки но она очень интересная по умолчанию даже если вы загружаете pdf с этими гиперссылками активными они исчезают что делать ходить по ссылкам я вам в чат отправляю ссылки вы если хотите можете на них нажимать смотреть это для иллюстрации ни в коем случае никого не заставляю на них нажимать и переходить ссылки которые я вам кидаю в чат они в самой презентации внутри есть вы можете сразу презентацию скачать и потом походить свободное время но если вы хотите сидите за компьютером его скорость интернета позволяет работать вы можете по ссылкам походить то есть слушать за кадром мой голос а сами рассматривать книги и выбирать для себя тот вариант который вам больше нравится возвращаясь к гиперссылкам гиперссылки все исчезли что делать оказывается здесь есть опция вручного добавления гиперссылок очень интересно первый раз этим столкнулась как это все работает выбираем опцию добавить гиперссылку и открывается вот такое окошечко дальше мышкой выделяем нужный фрагмент текста это может быть пропавшая нам гиперссылка ну вот у меня была инструкция я выбрала гиперссылку которая пропала обвела ее мышкой ну а дальше в окошечко вставила ссылку эту самую которая пропала жила сохранить более того здесь есть возможность перескакивать с одной страницы на другую то есть эта ссылка может вести на другую страницу например у вас вначале есть оглавление и вы можете прикрепить ссылки на другие странички вот такая интересная история с этим сервисом собственно говоря довольно любопытный да если flip pdf можно скачать до 15 страниц то можно ли вставить на сайт вы можете и скачать и вставить там есть код кодом вставляем ну а скачать это просто вам для просмотра на компьютере можно и то и другое сделать так что несмотря на такую очень простенький интерфейс можно попробовать это интересно мне понравилось похожий на него сервис хайзин давно о нем слышала попыталась немножко в нем освоиться посмотреть что в нем получается ну потренировалась но работы пока вам не буду показывать потому что они еще не доделаны а вот другие работы могу показать то что нашла в интернете то что открытым доступом там есть одна ссылка первая которую я уже в чат вам отправила это на английском языке конечно но это интересная штучка в плане того чтобы посмотреть на что способен сервис вы увидите что внутри книги вставлен практически любой контент там и видео есть и карта google есть и аудио есть и картинки и что там только нету гиперссылки в общем просто полистать посмотреть оценить функционал сервис этот бесплатный условно у него есть бесплатный тарифный план там 5 5 книг можно создать бесплатно но собственно говоря можно попробовать почему я заподозрила что он очень похож на предыдущий потому что у них абсолютно одинаковые фоновые картинки и даже логотипы очень похожи не одни ли создатели этих двух сервисов но это уже ладно у этого сервиса намного круче функционал здесь можно кроме ну фона само собой настроить можно режим перелистывания добавить можно фоновую музыку и еще можно добавить разных интерактивности я их внизу в рамочку вынесла линк это ссылки различные ноги на другие веб ресурсы и внутри документа тоже имидж но это картинки само собой понятно но и видео это добавление видео с ютуба как все это устроено ну примерно как в предыдущем сервисе мышкой выбираем область нажимаем что мы будем вставлять ссылку картинку видео и собственно говоря и вставляем это все добавляется по ссылке из интернета видео с ютуба картинка по ссылке ну и ссылка сама по себе ссылка тут у меня в скриншот еще не поместилась четвертая опция можно встраиваемые объекты попробовать встроить ну например карту google получить код на эту карту через код и и вставить вторая красная рамочка у меня немножко сползла это открылась окошечко для добавления интерактивности то есть вот нам нужно нажать откроется такое окошечко и в пустое поле вставляем ссылку адрес сохраняем и все это у вас тут же отображается в книге такая штука очень характер хорошо подходит для пример для создания различных рабочих тетрадок то есть вы внутри оставляете какие-то пустые поля в этих загружать как pdf а в эти пустые поля вставлять например видеоролики для учащихся какие-то полезные материалы сюда добавляете кипер ссылки может быть какие-то викторины посылки попробовать добавить и учащиеся не только читают текст и листают книжку но еще и работают так что очень даже неплохой вариант но к сожалению только пять бесплатных и не flip ну я уже еще в прошлом году о нем рассказывала еще раз расскажу сервис отличный нравится мне но это без гиперссылок опять таки у него очень хороший бесплатный тарифный план он точно также позволяет загружать pdf документы добавляют к ним самые разные настройки можно выбрать интерфейс публикации можно добавить музыку шелест страниц что еще можно выбрать интересный фон вот я вам ссылочку отправил на свою публикацию там фон светящийся переливающийся это видеофон вот такой в единственном сервисе было можно статичный можно вот такой интересный анимированный добавить бесплатно 150 загрузок в месяц получаем 100 гигабайт для хранения своих книжек листалок это максимальное возможное количество из всех сервисов именно any flip дает больше всего 100 гигабайтов что еще если ограничение он говорит о том что публикацию должны ежедневно просматривать 30 тысяч пользователей не больше я не думаю что наши публикации будут просматривать более 30 тысяч пользователей хотя хотелось бы наверное поэтому это вообще для нас по моему не ограничение так что можно воспользоваться он очень неплох я написал по нему обучалку так что если будет интересно можете переходить по ссылке и смотреть и смотрите вот такой чудный шкафчик можно создать из публикации здесь она формируется этот шкаф тоже автоматически то есть автоматом попадают все ваши публикации в этот шкаф ну и дальше можно его тоже где-то на сайте и в блоге пристроить всем показывать демонстрировать если необходимо дальше ну а если не хватает интерактивности все таки поскольку в интернет мы чаще всего идем за какой-то интерактивностью текст и картинки отлично но уж хотелось бы чего-то большего вот сервис актив текст текст текстбук вообще он ориентирован на преподаватели причем в преподаватели высшего звена на его создатели ориентируются на высшую школу довольно серьезный у него интерфейс ну вот смотрите что у меня получилось я взяла свою публикацию не публикацию свой текст лекции про маяковского и вот что из этого всего получилось кнопочек здесь достаточно много что может сделать читатель читатель может нажимать на интерактивность и чтобы не потерять все интерактивности они значками обозначены на полях и внутри самого текста если вы мышкой подведете к какому-то слову которая выделена там появится всплывающая подсказка что это такое там есть ссылки на тексты там есть видео прикрепленные ну в основном вот есть гиперссылки на другие сайты как дополнительно вы внутри этой книги можете мышкой рисовать стирать единственное что сразу предупрежу если вы по этой ссылке пойдете там будет надпись что вы входите как гость но вас это не должно смущать так как гость можно совершенно спокойно все читать нажимаете кнопку continue которая будет слева она откроется и вы совершенно спокойно можете ее листать читать нажимать левой стороны будут две кнопки вот карандашик такой и эластик вот это значит что здесь можно подчеркивать что-то и стирать потом причем эти подчерки будете видеть только вы то есть а я как автор этого не увижу так что вы можете чирикать там совершенно спокойно эти пометки сохраняются для вас если вы зарегистрируетесь в этом сервисе то эта книга попадет прямо к вам в личный кабинет и все подчерки там сохраняться и вы сможете потом работать с этими пометками если вы что-то отметили для себя можно ли вставить на страницу вконтакте ну вообще на страницу вконтакте все добавляется через ссылки поэтому вы получаете актив текстбук ссылку и совершенно спокойно эту ссылку размещайте вконтакте все сложно далее как с этим работать загружаем опять pdf формат нажимаем на кнопку добавить интерактивный элемент но мы уже что-то похожее видели в предыдущих сервисах выделяем область которой хотим добавить интерактив и смотрим что же можно добавить я использовал не весь функционал я взяла то что близко было по теме то что нашла я уже не стала притягивать за уши какой-то контент хотя на самом деле здесь можно добавить тексты ссылки изображения видео с ютуба можно видео загрузить с компьютера и аудио тоже с компьютера еще если чуть ниже прокрутить там будет еще викторины несколько слов про видео и аудио лучше добавлять с ютуба если загружать с компьютера к сожалению сервис начинает тормозить вот это такой недостаток здесь не хватает мощностей наверное я так и не получилось ничего загрузить даже очень коротенькая поэтому лучше через ссылки или через youtube добавлять теперь что касается викторин так я отправила ли вам ссылку на гадкого утенка вот я вам сейчас отправлю ссылку на гадкого утенка там есть викторина правда не на первой по моему страничке посмотрите там несложно ее найти а они рисуются но возможно теперь это стало для только для зарегистрированных пользователей к гостям значит стало запрещено рисовать к сожалению викторина про гадкого утенка там найдете большую викторинку она по-моему ближе к концу публикации викторины здесь очень простые с выбором одного ответа из нескольких обычный в конструктор заполняете вопрос варианты ответов отмечайте правильный только когда вы находитесь в сетевом режиме вам не придет никакой информации то есть вы просто отвечаете на вопросы они куда-то отсылаются и вы никакой обратной связи не получаете то есть если вы хотите чтобы ваши пользователи получали обратную связь там ответили они верно неверно то им придется зарегистрироваться вот это если не досадок а так чисто для себя поотвечать на вопросы без всякой обратной связи можно и в гостевом формате так что вот довольно такой разнородный сервис тут есть и плюсы и минусы в общем надо попробовать в итоге мне кажется немножко просто не доработанный может быть будет какое-то улучшение пока вот я держу его на заметке но так присматривались к нему с осторожностью хотя функционал очень неплохо то по поводу ограничений не сказала здесь не самый лучший тарифный план на самом деле 50 мегабайт свободного пространства они говорят создавайте неограниченное число публикации но при этом дают всего 50 мегабайт поэтому поэтому много тут не сделаешь но если вот такие маленькие текстики кидать как сделала это я может быть хватит этого тарифа а если какие-то большие публикации на 100 с лишним страниц картинками тяжеленькие у кого-то заработал карандаш здорово но может быть это зависит просто от операционной системы вы знаете лучше в браузере google все-таки работает может быть и поэтому вот то пожалуйста пересмотреть можно бесконечное количество раз более того если не скачали презентацию она лежит вас дожидается если нужно скачивайте все ссылки с вами останутся викторина на второй страничке в на полях там есть значочки они может не очень видно и такие полупрозрачные но если пощелкать она вам покажется далее ну вот она викторина собственно говоря о которой я начала речь конструктор очень несложные заголовок дальше виды вопросов здесь может быть их несколько с одним правильным ответом с несколькими правильными ответами true false то правда неправда и короткий ответ когда нужно что-то вписывать вот такой конструктор он несложный тут в общем все просто ну вот единственное что то обратной связи не придет я пробовала как гостя поотвечать не дождалась я ответа вот так что ну сама проверка такая а еще есть такая маленькая штучка можно например на первой страничке дать викторину а спустя там пару страниц где-нибудь в конце книги дать правильный ответ на нее вот и в этом случае и гостевой режим сохранится и не надо никому регистрироваться ну и ответы покажутся ну давайте дальше пойдем сервис буки мон это вообще-то мощный редактор для создания электронных книг вот так вот они о себе очень мощно заявили сейчас как всегда ссылку вам пошлю много у меня ссылок в этом сервисе вообще много работ ну вот например такая с детскими стихами далее еще у меня есть две многоэтажных ссылки не ругайтесь на меня пожалуйста что они такие длинные я знаю что не очень хорошо такие ссылки кидать в чат но и но если на них нажать они работают это потому что название дано на русском языке поэтому кириллица превращается вот непонятно то бракадабру я знаю про сокращать или ссылок к сожалению так получилось простите меня последняя ссылка это моя личная про полярно-русовой это я сочиняла я вам сразу несколько отправила здесь есть и публикация сделана на основе pdf файла просто загрузить опубликовать и есть публикация созданная с нуля вот покемон позволяет два варианта как раз выбрать вот они сейчас на экране перед вами from files это из pdf а book template это на основе шаблона прямо с нуля внутри сервиса посмотрим и то и другое но собственно про файлы особо рассказывать и нечего создаете pdf файл загружаете его внутрь сервиса и публикуете получаете ссылку и код вот и все киперссылки здесь не поддерживаются здесь больше книги для чтения без интерактива вообще этот сервис изначально создавался для того чтобы печатать эти книги то есть это американский сервис и книжку здесь создают и потом они предлагают за денежку ее напечатать но публикует все бесплатно абсолютно только если вы захотите это опубликовать вас попросят может публиковаться не собираемся поэтому собственно говоря мы просто создатели а вот пожалуйста самые интересные шаблончики тут здесь есть и детские книжки children story book например есть посерьезнее family history этот родовое древо по и графе это про биографию какого-то писателя есть даже поваренные книги про животных можно с нуля начать просто чистые странички получите на них там что-то размещать в общем выбираем тот формат который нам надо либо шаблон ну вот я попробовал на шаблоне взяла такой красивенький вот с рамочками у меня тут открыла его и что я вижу внутри шаблон уже есть готовые странички вот полярную сову это моя была одна из первых публикаций а по шаблончику сделала просто немножко поменяла ну примерно такой же у меня он и был только без рамочек вставляем в рамочки картинки подписываем там какая-то надпись мы и стираем пишем по-русски кириллица поддерживается а с левой стороны нам разные подсказочки вот clip art у меня сейчас нажат такое желтое сердечко с левой стороны это картинки которые можно вставить здесь хорошая библиотека все бесплатно абсолютно добавляете любые картинки в любом количестве на любые страницы куда хотите дополнительно можно их в рамочку вот так красиво оформить плюс вы можете свои изображения загрузить если это необходимо background это фон можете перекрасить фон если этот не понравился выбрать что-то другое из библиотеки ну а если шаблон разонравился всегда возвращаемся назад выбираем templates и там новый набор шаблонов выбираем новенькое так что можно сначала полистать разные шаблоны определиться и потом уже создавать публикацию заполняем все странички можно добавить неограниченное количество страниц все новых и новых причем книги могут быть разных форматов вертикальный горизонтальный вот такой квадратный необычный как захотите публикуем это все ну а дальше получаем ссылку и правда здесь не код здесь виджет виджет это такая штучка интересно я объясняю но в общем квадрат с маленьким с миниатюркой вашей книги и там написано внизу read читать вот если нажать на этот вид то откроется сама книга в новой вкладке немножко не встраиваемый код а вот такой виджет дается собственно говоря не так страшно главное что все встает в сайт в блок и хорошо открывается и работает вот так что можно присмотреться в общем неплохой инструмент и бесплатно что хорошо единственное что пусть вас не пугает там постоянно будет всплывать предложение распечатать что-то заплатить деньги игнорируйте нажимайте либо дальше либо окей в общем по ситуации есть у меня опять таки обучалка я описала этот сервис написала так что там все подсказки есть по этому поводу отдельной строкой конечно идут книги для детей есть много сервисов созданы как раз для педагогов от педагогов все для того чтобы создавать обучающиеся книги вместе с детьми и для детей объем не не ограничен там неограниченное количество страниц можно размещать поэтому я говорю что сервис очень хорош деньги будут с вас брать только если вы захотите это распечатать в типографии но тогда это в америку придется ехать забирать поэтому а все остальное там абсолютно бесплатно и будем надеяться что так оно и будет что касается интерактивных книг давайте посмотрим тоже разные варианты их на самом деле много вот например my story book это вообще очень простой сервис для младшей школы наверное подойдет если у вас детки начинают познавать информационную грамотность да и просто если вы хотите создать какую-то очень простую книжечку можно попробовать my story book здесь нужно зарегистрироваться зайти внутрь и получаем такую чистую страницу этот сервис бесплатный ну вот такое белое поле мы получаем а внутрь этого белого поля мы добавляем разные элементы из поля которое находится с левой стороны но тут по значкам все понятно человечек это разные одушевленные предметы и разные объекты вот я как раз нажала эту кнопку и появился список разных предметов и объектов которые можно добавить если они не нравятся можно свои картинки подгрузить дальше кисточка это рисование здесь можно прямо рисовать поэтому я и говорю что для деток это хорошо они могут здесь проявить свою художественные способности рисовать либо на планшете либо мышкой текст это текстовый фрагмент какой-то небольшой напечатать ну и сцена это фон для странички книжки разные декорации в которых будут развиваться события очень простой сервис на выходе мы получаем ссылку код насколько я помню для встраивания на сайты и блоге неограниченное число публикаций можно ими совершенно спокойно делиться в общем да только вот что зарегистрироваться придется а так очень даже простенький сервис чуть посложнее story jumper ну это уже давно известный сервис многие им пользуются учителя он как раз ориентирован на учительскую аудиторию потому что здесь есть возможности совместной работы и возможности создания своих классов но если вы учитель может быть вам это подойдет такой вариант а библиотекари могут совместные проекты создавать приглашать туда допустим читателей детей если вы в детской библиотеке работаете этот сервис позволяет создавать иллюстрированные книги с картинками текстами а теперь еще и со звука сюда можно добавить озвучку то есть прочитать за кадром текст и он ложится на эту книгу вот последняя длинная ссылка это как раз с озвучкой про красную шапочку книжка как это все работает регистрируется учитель ну начнем с учителя да с педагога с библиотекаря заходим регистрируемся нажимаем на кнопку create book создать книгу ну и дальше мы можем выбрать что-то из шаблончиков можем начать с нуля ну вот я уже не помню взяла ли это как шаблон или то у меня с нуля была создана работа но вот картинки понятно что мы можем сюда добавить текст и картинку картинки можно свои а можно из библиотеки вот в красную рамку я как раз вынесла разделы библиотеки но во первых верху открыто сейчас текст это разные текстовые надписи просто тексты можно вот таких красивых рамочках какие-то изгороди свитки звездочки и так далее дальше внизу кнопочки props это разные предметы одушевленные неодушевленные которые сюда можно добавить сцинс это декорации то есть фоновые какие-то изображения но и фото с это фотографии свои картинки как я уже сказала можно добавлять и еще внизу в красной рамке кнопочка эту войс каждую страничку книжки вы можете прочитать для этого подключаем микрофон и начитываем прямо в режиме онлайн ваш текст он сохраняется и прикрепляется к этой страничке и когда эту книгу читатель начнет листать он заодно и послушает что там было озвучено теперь небольшой здесь недостаток вот какой на последнем вебинаре которая проводила в прошлом году мы с коллегами заметили что если заходить в гостевом режиме без регистрации то к сожалению там будет просматриваться только первые 19 страниц вот а дальше сервис попросит регистрацию вот поэтому если вы здесь создаете книгу надо ее проверить в гостевом формате то есть выйти из своего аккаунта и полистать ее сколько страниц он даст вам посмотреть если он запросит регистрацию значит ну тогда или предупредить читателей что с такой-то страницей нужно будет зарегистрироваться либо либо разделить страницу они разделить на несколько частей свою публикацию вот так что вот такая вот возможность вот про пять страниц я первый раз услышала вообще заходила вчера в тарифный план написано что там нет ограничений по странице но у меня публикации там до 20 больше страниц надо это уточнить потому что сервис этот бесплатный и такая опция дополнительно я уже сказала создание классов вы присоединяете учеников детей пользователей коллег либо сами либо они сами заходят регистрируются добавляются ваш класс в класс приглашают посылки заходят класс правда открывается не навсегда на какое-то время от полутора часов и можно этот промежуток продлить это дает но показала только 9 то есть дальше запросила регистрацию ну вот тогда а мы до 19 страницы долистали а дальше запрос пошел в общем с этим надо уточнять потому что нигде в тарифном плане про это не сказано абсолютно это нужно только на практике мерить ну что ж такие вот особенности бесплатных сервисов ну про класс понятно то есть это есть возможность работать над одной книгой в режиме практически онлайн реального времени то есть вы со своего компьютера дети со своего и совместными усилиями создаете книгу она опубликована ну и дальше делиться и встраивать есть код и есть ссылка вот ну естественно проверяем насколько страница она будет показываться потому что разные показания вот например лично до 19 страницы смогла долистать а дальше все кто-то до 9 в общем это все на практике придется уточнять еще раз ну давайте дальше двинемся write reader сервис который развивается создается много в нем работ и учителя его любят ну и дети надеюсь тоже здесь тоже есть возможность создания книг и совместной работы с ними создание классов есть в общем все это примерно такие же возможности только немножко по-другому организовано ну в общем все также учитель создает класс причем все делает сам ученикам вообще не надо регистрироваться они просто получают код по этому году заходят и начинают работать у каждого будет своя маленькая библиотечка куда он свои книжки создает а учитель как руководитель может эти книги собрать вместе и представить их на импровизированной полке но про полку чуть позже вам покажу на слайде как она может выглядеть не нашла в живую никакой книжной полки потому что либо никто не делится такой работой либо просто мне вот например не из чего ее создать поэтому показала бы то не получится только картинку покажу здесь очень простой интерфейс на английском но все понятно заходим сервис нам предлагает три макета страниц тут есть просто текст есть текст с изображением плюс здесь еще есть дополнительная опция озвучки ну вот например у меня стартовая страница вот такая это по шаблонная страничка картинка и какой-то текст ну и имя автора можно фон позаливать в левом верхнем углу из для этого кнопка вот каждую страничку вот точно так же как в предыдущем сервисе мы оформляем то есть добавляем картинки с компьютера загружаем тексты вставляем озвучиваем если нужно ну и дальше к следующей странице и так далее что у нас по ограничениям здесь бесплатно сохраняется 60 книг можно создать есть опция что можно эту книгу скачать в формате pdf но к сожалению при скачивании к кириллице не всегда поддерживается сервис больше на английский ориентирован писать можно по-русски но вот когда оно скачается то может быть не очень понятно вместо значков могут восклицательные вопросительные знаки появится ну по крайней мере одно время было именно так я уже сказал про полку которую можно создать ну вот пожалуйста еще еще одна страничка это просто макет текста здесь тоже все очень просто вписываем текст какой-то озвучиваем если это нужно есть кнопка ну вот the print and download это как раз кнопка для скачивания верху вот тут заблудиться совершенно невозможно поэтому даже дети если будут осваивать все очень просто в разделе bookshelf as как раз и будут те самые полки ну вот такая может быть например полочка с детскими работами то есть вы как руководитель имеете доступ к ним ко всем поскольку это ваш класс ну и можете их расставить такую полку импровизированную полочку и сам саму публикацию можно встроить на сайт и влог если это необходимо такая вот вещь похожий на него сервис book creator он немножко посложнее у него чуть больше возможностей все те же возможности сохраняются как в предыдущем сервисе бесплатные возможности сейчас урезаются и очень сильно и постоянно приходится следить за тарифными планами к сожалению ну вот пожалуйста такая информация вчера вычитаны на сервисе book creator 40 книг на один аккаунт и возможность создать одну библиотеку ну то есть по сути один класс куда вы опять можете собрать все работы своих учеников ну либо если вы в личной личном пользователь это ваша библиотека будет равняться вашему личному кабинету простой интерфейс опять на английском но здесь очень легко разобраться пустую страничку допустим создаем ну а дальше не начинаем добавлять контент через значок плюс в разделе медиа понятно сразу что тут можно добавить импорт это допустим вы какие-то картинки сюда можете с компьютера загрузить и в этой и через импорт можно и видео с ютуба кстати добавить дальше камера но это веб-камера то что сфотографирует сюда прикрепляется pen это рисование текст понятно что это но и рекорд это озвучка опять таки в режиме онлайн подключаем микрофон и озвучиваем каждую страничку плюс еще через кнопку импорт можно добавить уже готовый звуковой файл вот я вам сейчас по моему свою работу отправила сейчас уточню да это мое творчество там музыкальные песни песни музыка прикреплена через кнопку импорт как раз она сюда закачана добавлено если присмотреться тут рядом еще две вкладки есть комикс это для создания книги комиксов сейчас я перелесну слайд и покажу как это ну и шейпс это различные формы фигуры и всякие красивости которые можно добавить вот таким образом через вот эти несколько кнопок и вкладок мы собственно весь контент и собираем на страничку дальше добавляем новую и поехали дальше ну пожалуйста вот более подробная информация я тут уже все подписала распечатать книгу в бесплатном доступе сейчас нельзя ну спасибо ну да про печатание я не знала до меня и не возникал такой возможности мне больше про скачивание была интересная информация ну спасибо за дополнительную информацию будем иметь ввиду кнопки вот я еще раз подписала я уже забежала вперед со своей рассказкой отдельно хочу остановиться на интересные опции pen ручка рисования есть просто обычное рисование ну вот можно выбрать маркер кисточку карандаш разной толщины а есть так называемого автодро авторисование это вот для таких как я художников которые не умеют рисовать но очень хочется что это такое если вы выберете эту опцию то вы можете начать рисовать любой объект ну как захотите ну вот я такого котика начала рисовать и меня сразу выдала наверху целый список объектов которые похожи на мой рисунок и я могу готовую картинку уже выбрать нарисованную здесь уже дизайнеры за меня постарались то есть я могу и конечно и такую нарисовать но если хотите более эстетическую картинку можно воспользоваться авторисованием искусственный интеллект сделает все за вас и котика добавить совершенно другого что еще ну вот пожалуйста комиксы комиксы здесь все стандартные опции комиксы во первых шаблоны из двух картинок из трех картинок речевое облачко но это для каждого персонажа где они будут рисовать мысленное облачко для их мыслей просто текст ну и разные стикеры которые в комиксах используются тоже добавляются картинки можно загружать с компьютера либо рисовать здесь рисованный комикс получится вся та же самая опция выбираем шаблончик а дальше можно в медиа перейти и опять ручку взять и нарисовать там каких-то персонажей если хотим готовы ну вот пожалуйста котика выбрала порисовала всяко разно попробовала разные шаблончики и отдельно выделила кнопочку совместной работы есть такая опция коллаборейт вообще вы можете создать класс вот invite код я в красную рамку вынесла это вот для создания общей библиотеки для создания класса где вы будете все работы аккумулировать а еще здесь есть опция на три месяца она дается опция совместной работы то есть в классе каждый ученик работает над своей книжкой а вы потом их вместе собираете а вот опция коллаборейт это когда книжка на всех 1 и все на ней трудятся одновременно вот можно подключить ее бесплатно на три месяца ну если это вам актуально то можно попробовать поэкспериментировать а так в любом случае даже если у вас эта опция закончится в любом случае дети могут создавать каждый отдельно книгу а вы потом в общей библиотеке все соберете тоже как вариант очень букректор там достаточно такие подробные настройки более подробно в обучалке можно почитать чтобы разобраться что и что основные я перечислила вот этот сервис не знаю стоило ли его включать в презентацию с одной стороны они позиционируют а как создатели презентации другой стороны они похожи на книги эти презентации поэтому я не стала его выкидывать он красивый вот ссылочку пожалуйста ты поэкспериментировала еще с одними детскими стихами и что из этого получилось сервис банси называется это сервис для создания анимированных презентаций похожих на книги то есть внутрь можно добавить самый разнообразный контент они будут быть вертикальные горизонтальные насколько я поняла количество страниц не ограничено что еще здесь есть еще возможность отбрать приглашение до 10 участникам организовать совместную работу над одной книгой какой-нибудь 30 дней один месяц дается абсолютно полный и перечень всех функций сейчас перелесну слайд покажу что там возможно когда заканчивается trial версия некоторые опции будут урезаны ну например вот у меня там внутри вставлено видео она у меня раньше была вставлена с ютуба после того как trial закончился она исчезла и не показывается поэтому пришлось залить его по-другому я просто загрузила его с компьютера вот загрузки работают а вот возможно стая строения с ютуба как я поняла исчезла ну давайте смотреть что же можно добавить внутрь вот пожалуйста полный перечень который вы получаете на первые 30 дней как видите здесь все значки активны кроме двух но это различные чаты нам не очень это интересно нам больше интересно разные художественные элементы тексты картинки есть рисование есть анимация вот особо обращаю внимание на банси анимейшн у меня там кошечка снежок идет все такое анимировано это все взято именно оттуда эмоджи разные что еще вот youtube channels видео с ютуба есть кнопка загрузки это плод сверху ну и по ссылке добавления разного контента можно даже видеоролик записать с веб-камеры либо взять картинку с веб-камеры если нужно вот как видите это было на первые 30 дней сейчас у меня половина этих кнопок стала серой то есть часть опции ушла но например минимум нельзя записать видео нельзя с вебки взять картинку youtube channel тоже закрылся остались у меня тексты картинки и как ни странно загрузки а мне этого вполне хватило свои можно картинки в конце концов загружать порисовать можно если захочешь загрузить файлы вполне достаточно мне кажется для книги поэтому я не очень сильно огорчилась книга сохранилась и это самое главное ну вот пожалуйста замечательные картинки от банси они такие именно детские поэтому хорошо подходит именно для детского контента они частично анимированы есть статичные рассортированы по категории вот 360 имидж я не использовала потому что у меня таких картинок не было вот сейчас не знаю серый она не серая не помню честно говоря по моему тоже ее нельзя уже использовать но если вы зарегистрируетесь попробуйте потом на следующем вебинаре расскажите как у вас получилось я просто не было такой необходимости ну и картинки не подходящий вот такая вот интересная анимация здесь необычная как это все работает просто мышкой из библиотеки переносим картинку на кнопочку если нужно добавляем озвучку подключаем микрофон вот я как раз его подключила в режиме онлайн нажимаем на кнопку record пошла запись и собственно говоря страничка будет озвучена по моему после завершения этой версии которая пробная озвучка сохранилась у меня по крайней мере в личном кабинете она присутствует вот так что можно попробовать здесь красивые получаются не только вот эти вот книжки презентации здесь открытки можно делать анимированные рассылать их другим по ссылке кодом можно встроить на страницу сайта и блога все возможности здесь присутствует ну и в заключении вебинара несколько слов еще о книгах которые для взрослых это детей хорошо подходит такие универсальные сервисы которые можно в копилочку тоже взять начнем вот с этого мастодонта который называется удоба сервис для создания разного интерактивного контента и презентации он делает что еще викторины интерактивное видео виртуальные экскурсии делает и тому подобное чем здесь огромное количество шаблонов флэш карточки что там еще чем не перечислять будет долго интерактивные плакаты аудио плееры умеет делать может и ссылки делать код чтобы встраивать на страницу сайта и блога вот кстати насчет этого у меня часто спрашивали про бук креатор забегая чуть назад что его нельзя встроить на страницу сайта нельзя а вот через удобу я его встроила я просто взяла ссылку запустил ее в удобу называется встроенный и фрейм в этом списке он там третий снизу вот и он мне переделал ее в код и я этот код совершенно спокойно в блог пристроила так у меня книжечка теперь в блоге вот так что это отличный сервис хотя бы для того чтобы с ним познакомиться можно зайти полистать разные примеры но мы сегодня поговорим об одном шаблоне который называется интерактивная книга интерактив бук ее пчет не перевели на русский хотя сервис русскоязычный надеюсь что в будущем переведется но даже если будет что-то на английском через куклу переводчик очень легко все адаптируется нам дается немножко необычный конструктор мы сразу не видим саму страницу мы видим просто некий конструктор в который нужно что-то добавить то есть что мы можем добавить можем просто текст какой-то написать а можем разные интерактивности вот целый список это еще не весь там дальше пролистать еще больше получится презентацию можно добавить что там еще викторину интерактивный плакат диалоговые карты флэш карточки аудио много-много всего интерактивное видео все что угодно практически и что дальше выбираем например там интерактивный блокад строить открывается конструктор для создания этого самого плаката то есть ничего отдельно создавать не надо вы тут же в режиме онлайн все это делаете да придется немножко повозиться потому что это кропотливая работа особенно если у вас много объектов много материала но она того стоит на одну страницу вы можете добавить ну не скажу что не ограниченное количество но чисто теоретически то просто эта страница удлинится она будет такая не влезать в экраны надо будет ее вниз немножко листать ну вот правда вы ее пока не увидите пока все не встроить дальше переходите к следующей страничке и следующую наполняете контентом в конце получается кнопочка сохранить вы это сохраняете сразу открывается просмотр и тут вы уже все увидите как это все красиво будет выглядеть вот получаете код и ссылку и устраиваете если не понравилось запоминайте какая страница вам не понравилось возвращайтесь назад переделываете вот такая возможность этого сервиса здесь не ограниченное количество работ все бесплатно практически все на русском языке здесь настройки самые разнообразные и плюс огромное количество интерактивности если вы хотите такую учебную книгу с интерактивностью или просто какую-то познавательную вещь с большим количеством разного медиа контента то добро пожаловать это все там да там есть еще инструкции внутри самого сервиса правда по интерактивной книги отдельной инструкции я не нашла ну собственно говоря даже без инструкции здесь все довольно понятно на мой взгляд ну вот пожалуйста викторину я например решила добавить открывается конструктор для викторины добавляем туда картинку добавляем вопросы вопросы бывают разные множественные выбора там допустим вопрос где надо что-то куда-то перетаскивать там одно слово куда-то нужно перетаскивать запомнить пропуски отметить слова правда неправда и так далее может быть с одним правильным ответом с несколькими правильными ответами в общем там около десяти самых разных викторин их видов и модификации поэтому вы можете выбрать в душе все что угодно теперь к более коммерческим проектам ready mac ready mac по-разному я слышала произношение этого сервиса если посмотреть на список вот чего он предлагает это впечатляет конечно да здесь тоже огромное количество интерактивности начиная с текста заканчивая опросами картами устраиваемыми объектами даже контент из соц сетей можно подтянуть если нужно но к сожалению это коммерческий сервис бесплатно здесь можно создать всего одну публикацию красивую с 10 страницами вот если на поток ставим то конечно этого мало ну а если что-нибудь для красоты для души то почему бы и нет вообще сервис очень простой вот так выглядит интерфейс то есть страничка ну вот 10 страниц нам дают можно выбрать шаблоны там внутри есть шаблончики можно создать похожую на книгу они это называют журналом но это больше на презентацию все-таки похоже но будем считать что это журнал книга вот кнопка плюс добавляет на эту страницу все что угодно я вот хулиганила залила зеленым фоном все потом добавила картинку через значок плюсик а еще тут вот с помощью таких иконочек можно посмотреть что можно добавить видео тексты аудио разные формы контент из фейсбука и твиттера рамочки есть анимированные кнопочки которые можно прикреплять ссылки на разные веб-ресурсы интересная штука можно анимировать это все то есть картинки будут выезжать выплывать кнопочки будут светиться и тому подобное в общем вот такая вот красота но всего одна публикация к сожалению такая вот и задача на готовую работу можно ссылку и код получить как обычно все это встроить на сайт и в блог похожий на него сервис джумак такой менее известный хотя у него настройки того куку вот если даже по скриншоту судить сейчас перелесну покажу вот тут довольно серьезно все обстоит то есть тут встраиваемые объекты правда не так все просто тут мне пришлось поковыряться конечно он не не сильно впечатлил ну может потому что сложно для первого раза потом если немножко разобраться может и ничего будет я взяла ваш облом не стала особо мучиться взяла шаблотика попыталась немножко разобраться что здесь можно встроить видео из youtube и свимео картинки звуки ну в общем практически все что в предыдущем сервисе главное что тарифный план здесь точно такой же всего одна публикация правда там не написано что количество страниц ограничено если в предыдущем было только 10 страничек здесь можно создать больше черновиков вообще здесь можно создавать сколько угодно но вот опубликовать вам дадут только одну работу вот к сожалению ну в общем то слезали да я вот думаю на что это похоже да это надо похоже абсолютно согласно с вами поэтому меня это все и напугало потому что с адобами я не дружу совершенно вот но вдруг кто-то захочет кому-то нравится садоб работать и интерфейс ему приглянется можно тоже попрактиковаться здесь анимация есть и тексты разные тонкие настройки там и с картинками можно поработать ну в общем вся красота вот ну только одна публикация но все-таки не буду вас огорчать расскажу о сервисе напоследок с хорошим функционалом который абсолютно бесплатный потому что вы создавали педагоги и для педагогов это сервис ауабук сейчас как всегда вам ссылочек накидаю на эти работы тут самые разные есть вот то что я нашла в интернете она же начала его только недавно осваивать своими пока достижениями хвастаться особо нечего только попробовала но уже на первых порах это все впечатлило меня здесь две опции здесь можно на pdf просто все загрузить и опубликовать а можно если вы хотите интерактивчик то можно попробовать с нуля все начать открываю открываем выбираем вернее варианты вот последняя ссылка это на pdf сделано открываем вариант pdf не такой интересный там все очень просто вот давайте попробуем здесь шаблонов нет здесь дают белую страничку и вот будь добр на ней что-то сделай вот такая у меня была страничка вкладка которая в серое у меня сейчас кавы book description direction и категории это вкладка для того чтобы туда добавить название книги описание и выбрать там категорию язык русский язык поставить и категория там книга библиотека библиотеки там нет там есть образование ну в общем выбираем что-то из тех категорий это тема вашей книги далее во вкладке контент собственно говоря все и происходит основное ну вот первая страничка я на все кнопочки понажимала добросовестно что выяснила что можно сюда добавить текст гиперссылку то есть выделяем какой-то фрагмент текста нажимаем на значок с цепочкой и открывается вот такой вот окошечко я подумала что это все но потом еще обнаружил вот эту кнопку которая в кружочек ввела с косыми скобочками эта кнопка переводит формат в режим html разметки и с помощью этой кнопки можно встроить объекты берете код на какой-то объект но я взяла на код на видео из ютуба которое у меня под рукой было перевернула страницу в режим html разметки и туда этот код вставила потом вернула все назад той же самой кнопкой и у меня видео появилось точно также можно туда добавить все что угодно ну например я взяла викторину ленин apps я думаю знакомый вам сервис код скопировала и через эту же самую кнопочку его туда пристроила и у меня на страничке целая викторина вот таким образом можно встроить вообще практически любой контент был бы код как я поняла причем там вообще ограничений нет я долго искала где же где же урежут мои права но так или иначе выяснилось что это все бесплатно и создатели клянутся что так одной будет дальше вот с картинками интересная история вот картинку через код и не вставить не получится по вот но зато есть такая вкладка арток вот на отдельную страничку можно разместить картинку то есть такой текст а картинка отдельно такая история получается я попыталась ли там и так и всяк эту картинку загрузить мне интересно было внутрь текста на вставится нет не не получилось у меня но на отдельную страничку можно выбираем опцию арт вог и загружаем на новую страницу нашу картинку про картинки картинку советуют в обучалке что надо ее загружать квадратную соотношение сторон один к одному но она так максимально хорошо будет смотреться потому что здесь именно формат квадратный правда я и прямоугольные поэкспериментировала не сильно исказилась вот так что там уже надо смотреть как она на самом деле ну и наконец когда вы все это опубликовали вам дают код и ссылку вот они с правой стороны к ней сама ссылка там если дальше нажать еще и код появится и вы можете все это строить у себя на сайте и блоге и собственно радовать своих читателей вот такие интересные вещи можно выяснить в сети интернет я сама как естество открыватель пытается что-то новое понять и вам рассказать надеюсь вам было интересно сегодня не скучно по ссылкам походили презентация все там же в во вкладке со страничкой там можно и скачать запись я думаю через несколько дней появится если вы что-то упустили забыли вот сейчас я посмотрю вопрос меня висит один правильно ли я поняла что настройки все на английском почти у всех сервисов из тех что я рассказала русскоязычный нашими создан только удобно вот остальные все на английском но вы знаете может через google переводчик я собственно тоже небольшой знаток английского я его потеряла в свое время английский и нет времени его восстанавливать поэтому я google переводчиком пользуюсь и по большей части он мне помогает так что вот и вам советую попробовать если что вот спасибо большое за внимание у меня напряженный этап жизни вебинаров у меня теперь они каждую неделю по понедельникам так что мы примерно до 15 ноября будем видеться с вами каждую неделю вот на следующей неделе будем говорить про виртуальные выставки если было интересно буду рада видеть видеться с вами дальше спасибо большое за внимание за добрые слова мне это безумно все приятно я может не всегда успею сказать отдельное спасибо но большое спасибо за то что вам интересно чем я занимаюсь ну и и вам успехов в творчестве всего доброго и до встречи а еще один вопрос где можно найти обучалки обучалки вот у меня группа есть вконтакте на фейсбуке все уже потеряла и коты мастерилки для педагогов и библиотекарей там можно найти есть у меня блог называется он роза ветров север он немножко пока беспризорник такой интенсивный у меня набор вебинаров что я не всегда успеваю там писать но если вы конкретно ищите обучалки тот все они в этом блоге просто в поиске наберите роза ветров север в google он сразу очень быстро находится вот это мой личный блог там по меню посмотрите что нужно найдете надеюсь вот если будут в это же время туда да будут в это же время я сразу прошу прощения у других часовых поясов к сожалению я работаю до пяти и поэтому я не успеваю проводить утреннее время вот поэтому пока будем по вечерам сертификаты конечно будет все же я пошла тогда до всего доброго до свидания